Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, какой же чемпионат обновили, как он теперь выглядит, что на нем продается и кто на нем продается. А также поговорим о том, что выйдет на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и... поехали! Месяц чемпионатов подходит к концу. В это обновление вышло последний редизайн, или же просто обновление нового чемпионата, чемпионата пони, и сегодня мы посмотрим, что же там изменилось. Привет, Дэр, я хочу рассказать тебе о гонках пони. Они очень похожи на гонки, которые тебе привычны. На особых чемпионатах, которые проводят на Юрвике ЮКГВК. Наездники могут принять участие в вовлекательном соревновании верхом на своих пони. Тебе непременно стоит попробовать свои силы на чемпионате пони серебряной песни. Все, что нужно, приехать на пони и поговорить с Чарльзом. Он очень открытый и отзывчивый парень. Идеальные качества для представителей чемпионата. Да, у него определенный есть потенциал. Может, когда-нибудь он даже войдет в ЮКГВК. Базовые задания нам, как всегда, теперь на любой чемпионат, видимо, дает Агнес. И что самое интересное, нам уже обновили три чемпионата. Это чемпионат Морленда, чемпионат Форт Пинта и чемпионат пони. И когда новые игроки будут оказываться на Юрвике, то они не смогут выбрать разом все три задания на знакомство с чемпионатами. И они будут с ними знакомиться постепенно, ровно точно так же, как мы с вами, когда их обновляли. То есть, вначале игрок будет знакомиться с чемпионатом Морленда, потом Форт Пинта, потом чемпионатом пони. Это очень удобно, что постепенно ты подряд познакомишься со всеми чемпионатами. Мне такая система понравилась. И нам очень повезло, мало того, что мы успели, так сейчас еще и чемпионат пони будет. Правда, через сколько? У нас еще есть время. До чемпионата серебряной песни 15 минут. Надо успеть поговорить с Чазом, но, похоже, мы не сможем этого сделать, потому что сейчас... А нет, сможем. Только моделька вот тут прозрачная. Добро пожаловать на чемпионат пони серебряной песни. Так. Угу. С гордостью представляю тебе лучший чемпионат на Юрвике. Некоторые, как я заметил, проводят обновления и выполняют обязанности весьма небрежно. Проводят обновления. Так. Это не про меня. Я подхожу к делу серьезно. Я не пустил мэра Пината и Джеймса Кладмила в команду, потому что они предложили дать чемпионату такое название. Пони это интересно, а коням здесь нету места. Разумеется, этот вариант идет вразрез с правилами наименования ЮКГВК и вообще возмутителен. В общем, давай я тебе все покажу. Давайте посмотрим. Само собой, у нас имеется расписание. Здесь продается первоклассное снаряжение для элитных наездников. Наши четвероногие участники должны отлично чувствовать себя на соревнованиях. Если Spirit Angel нуждается в помощи, обращайся к нашему ветеринару. Если у тебя еще нет пони или тебе, как и мне, постоянно хочется пополнять свою коллекцию этих чудесных лошадок, то здесь их можно купить и даже отвезти к лошадиному тренеру. Что может быть веселее гонки на пони? Ничего. После того, как зарегистрируешься, встань в очередь в зоне ожидания и никуда не уезжай. Жаль будет, если ты потеряешь свое место в гонке. На каждом чемпионате говорят о наличии своего личного тренера. Но, как и в случае с Форт Пинта, здесь я пока что не наблюдаю его. Так, давайте завершим задание. Вот и все. Теперь обсудим гонку. Может, Spirit Angel хочет попробовать свои силы? Устроим гонку на время, но пока только для практики. Тогда к началу чемпионата ты уже будешь знать, что тебя ждет. Нам как раз хватает времени, поэтому мы успеем попрактиковаться в этой гонке до начала чемпионата. И это, кстати, будет в первый раз, когда я смогу записать случайно, как буду проходить новый чемпионат в видео по обновлению. Как и в предыдущих чемпионатах, нам добавили ускорялки. Очень странные препятствия в виде шариков. Будьте осторожны. Если вы подъедете даже хотя бы на миллиметр к ним поближе, то они вас очень сильно затормозят. Добавили вот такие препятствия с бабочками. Много воздушных шаров, в которых нужно не врезаться. И на них даже пони умудряются кататься. В общем, очень необычно. Нас поддерживают зрители и люди, ну а также их любимые лошадки. Здесь я вечно путаюсь, потому что тут поворот с разветвлением. И также грязевые лужи, которые тоже будут вас тормозить. Но, насколько я помню, как раз дорога с грязевой лужей, она наиболее быстрая, чем нижняя. Но если у вас очень быстро лошадь, я думаю, вам придется замедляться. Видите, как меня тут вовсю швыряют туда-сюда за счет того, что лошадка просто иногда бежит по воздуху. Здесь был шок. Сейчас поедут телеги. Нужно просто запомнить, где они стоят. Потому что за ними потом еще и Тинкер с парнем с ярмарки лошадей побежит. В общем, очень неожиданное тут препятствие. Мне нравится, как они делают чемпионаты. Они разные, отличаются. Маршруты очень интересные. Причем, если посмотреть, чемпионат Морланды самый простой. Потом идет посложнее Форт Пинта. И вот с этими шариками, мне кажется, чемпионат Пони еще сложнее, чем чемпионат Форт Пинта. Что же будет интересно на чемпионате Серебряной Поляны и даже Ярлхейма? Я, если честно, боюсь представить, что там могут поставить и какой длины будет чемпионат. Вот тут вот очень такие интересные поворотики, разворотики. И, наконец-то, финальный финиш. Кое-как я умудрилась пройти эту гонку за 2 минуты, 4 секунды, 76 миллисекунд. Интересно, за какое время я смогу пройти именно чемпионат. Так, сдаем задание. Если захочешь потренироваться, приходи ко мне в любое время, когда не проходит чемпионат. Так, хорошо. За это задание мы получили, кстати, 250 опыта лошадки. К сожалению, у меня все пони прокаченные, поэтому опыт ушел в никуда. Но ничего страшного. Так. Опять же, тренировка уже без всяких наград. На чемпионат мы пока что зарегистрироваться не можем, так как время 25 минут. А во сколько он начинается? Давайте расписание посмотрим. Так. Сегодня у нас пятница, время 14.25. 14.30. Что-то с чемпионат? Мы не можем зарегистрироваться. Вот она, частая проблема чемпионатов, которая сейчас появляется. Это... Ура! Наконец-то! Так. Мы вот такие вот ленточки с звездочками получим. 200 шиллингов за участие. И чтобы участвовать в этом чемпионате, тебе нужен пони. У меня есть пони. И мы получаем, опять же, в никуда 250 опыта. Вот. Ну, что сделать? У меня все пони прокаченные. Пока идет отсчет 5 минут, мы можем посмотреть, что есть именно на территории. Конечно же, теперь у нас тут кладовка. Очень удобно переодеваться. Почтовый ящик. Потом NPC, который телепортирует нас на ярмарку со скидками на лошадок. Мы чуть попозже туда, опять же, заедем. Ну, или, в принципе, я просто могу рассказать, что там обновились лошади, добавились пони. В общем, скидок теперь там очень много. Там большое количество пород, на которых сейчас идет большая скидка. Также здесь есть обычный варик с угощениями для вашей лошадки и магазин чемпионата пони. Тут продается вот такой красивый, особый, голубой комплект. Точно такой же комплект, но попроще и без куртки. Вы можете купить в магазине в свободном доступе в чемпионате Морланда. То есть там все такие же варианты, только попроще. Интересно, будут ли они потом еще добавлять комплекты на чемпионат. В углу территории стоит у нас ветеринар, который с радостью поднимет настроение лошади за 100 старкоинцев. И, опять же, вопрос, где лошадиный тренер, о котором все так говорят в заданиях, когда мы их выполняем. Потому что, ну, я не находила. Так, что такое информационный... Это информационный столб. Чемпионат серебряной песни. Здесь перечислены все породы, которые могут участвовать в данном чемпионате. Это пони Чинкотик, Канемара, Валийская пони, Юрвинский пони, Первый пони Юрвика, Зони и Готландский пони. Валийский пони и Уэльский пони, это, по сути, одно и то же. В общем, две эти лошадки могут участвовать. Второе и третье поколения. Так, это все еще информация. Тренера нигде не видно. Может быть, они решили его в итоге не добавлять и оставить только на чемпионате Морлэнда. Хотя, мне кажется, это, ну, неудобно каждый раз, чтобы прокачать свою лошадку, если вдруг не хватает уровня. Нужно бежать либо в любой крупнонаселенный пункт, либо на чемпионат Морлэнда. А вот Форт Пинты и здесь тренеров нет. Здесь стоят первые пони Юрвика, всех мастей. И также Готландские пони, тоже все масти, по-моему, тут продаются. Со своими базовыми расценками. Это очень удобно. Если, допустим, вы впервые, наверное, приезжаете на чемпионат и вы хотите пони резко и неожиданно, то вы можете вот здесь вот купить одну из двух доступных пород. Ну, а пока что осталось подождать чуть меньше двух минут и попробуем пробежать чемпионат вместе со всеми. Итак, вот остались последние пять секунд и мы попробуем не врезаться и не проиграть на этом чемпионате. Хоть ему уже несколько дней, я не участвовала в нем ни разу. Либо опаздывала, либо не успевала, либо проезжала слишком рано и ждать не особо-то и хотелось. Ну, а тут, видимо, сама судьба просто говорит, что Даша, ты должна пройти этот чемпионат на видосике по обновлению. Так что, ребята, если вы увидели себя в этом видосе на чемпионате пони, я вам всем передаю привет и удачи. Посмотрим, как все пройдет. Но все-таки мне, кстати, очень не хватает флажочков. Их здесь, правда, никогда не было, они были на чемпионатах Морвенда и ФП. Но вот пони и чемпионат теперь крутой. Он классно выглядит, очень классно. Итак, все, да начнется веселье. Самое сложное... Да, не забываем, что ни я бегу, ни первая. Вы можете видеть мое место в списке слева. Это все задержка интернета. Самое сложное это вот эти шарики. И я впервые в них не врезалась. Это удивительно. Так, что-то у меня с конкуером на пони очень плоховато. Так-так-так-так-так-так-так-так. Ветляю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это очень сложно. Потому что раньше таких препятствий не было. Восьмая, шестая. Вот, вот самый сложный момент на всей гонке. Так. А во что я врезалась? Тут ничего же нет. Вот, ну вот, как-то. Невидимые препятствия до сих пор, к сожалению, остаются в игре. Это самое частое явление. К примеру, в Форт Пинта. Около лестницы. Есть невидимый квадрат какой-то. Это раньше была палатка. То ли Джуджо Сивы, то ли что-то такое. И вот в него периодически тоже я врезаюсь. Постоянно забываю, что он там стоит. Так, ну что ж, пока мы... Мы пока не проигрываем, мы пока не вылетаем. Меня очень странно ведет себя моделька Пони на чемпионате. Она себя так не ведет в обычной жизни в игре. Значит, это что-то с текстурами чемпионата. Так, какие мы шестые. Но вряд ли я смогу обогнать здешних профи. Овечки замедляют, овечки замедляют. А, а сейчас-то я его что врезалась-то? Так, ну седьмая. Седьмая я пошла. Да, 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 да. Прямо перед финишем меня обогнали. Ура! Ну что ж, я не вылетела. Это уже хорошо. Первый заезд в чемпионате Пони непровальный. Это приятно. Очень классно. С высоты, кстати, смотрится территория. Она теперь такая большая. И теперь тут точно вместятся абсолютно все участники, кто приезжает поучаствовать в данном чемпионате. Так, сейчас-сейчас дождемся всех участников. Так, и какое в итоге место? По-моему, седьмое. Да, седьмое место. 33 контрольных пункта. Мы получили 200 шиллингов и 250 опыта лошади. Но у меня прокачанная поняшка. Вот, у меня тут соклубница еще. Здравствуй, Анна Панелив. Так, ну и вот награда, которая пришла на почту. Денюшки нам всегда нужны. Для покупки новой амуниции, одежды или лошадок. Ну, в случае СК, конечно же. Так что, вот такой вот вышел чемпионат. Ну, это не все новости на сегодня. К нам приехали новые магические лошади данного месяца. Это Беркир и Ханами. Обновленные, то бишь, Вишня и Береза на модельке Першерона и Марвары. Продаются они, как всегда, рядом с Гарри Голдтутом, около маяка. Цена Ханами 850 СК, цена Беркира 950 Старкоинцев. Так что, если вам нравятся эти лошадки, и вы бы хотели их добавить к себе в конюшню, в свою коллекцию, то они пробудут с нами до 29 марта обновления в среду. Также нам добавили еще один предмет одежды из сета бонусной лавки. Сейчас у нас идет сет под названием Ночной наездницы. У нас уже есть, по-моему, кофта. Нам точно давали кофту. И теперь нам дают штаны с максимальными характеристиками. Скачка плюс 5, прыжки плюс 5 и управление плюс 3. Цена бесплатная для любого игрока с наличием лайв-подписки, то бишь, постоянной. Давайте заберем. По-моему, у этих штанов есть особенность. У них гольфики есть, но я могу ошибаться. Сейчас мы это проверим в глобальном магазине. Так, где у нас ботиночки? А нет, смотрите, это просто такие очень темные, черные, матовые, даже с серым как-то оттенком штаны без гольфиков. Ой, какое хорошо, как хорошо, что я взяла. Очень нравится, тем более с максимальными характеристиками. Так что лайфники, советую взять к себе в шкаф. Ну а на этом все, что вышло в этом обновлении. А вот что ждет нас на следующей неделе, к нам приедут абсолютно новые магические пасафина. Да, зимой у нас был магический единорог, но уже на следующей неделе к нам приедут блистательные кальдер и эфира пасафина с кристальной магией. Которые впитали себя как раз в магию юрминских кристаллов. Так что на этом все, обновление подошло к концу и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. И удачи вам на чемпионатах.